друзья всем привет сегодня хочу познакомить вас с одним рецептом салата морковка по-корейски с говядиной с мясом очень вкусное блюдо очень острое для любителей остренького этот салат конечно можно исключить остроту тоже будет вкусно для этого нам понадобится морковь лук репчатый мясо у меня говядина без жира желательно ну на любителя кто любит жирком пожалуйста также понадобится кориандр острый перец вот такой перчик тоже острый крупно молотый соль сахар стручковый перчик вот такой чили чеснок кинза соевый соус авторские права над рубить эссенция 70 процентная эссенция масло растительное перчик черненький и кунжутное масло салат очень друзья вкусный давайте приступим сейчас я покажу что мы будем делать нам нужно порезать мясо тоненькими полосочками такими скажем червячками слой такой конечно так сейчас я покажу тоненько нарезаем вот таким образом спичечками можно сказать такими тоненькими червячки слова не подходит ну вот вы чтобы вам удобно было потому это кусочку я могу конечно по несколько просто показываю как нам нужно порезать вот такими вот друзья такими маленькими спичечками палочками такими соломкой вот соломкой надо порезать вот такой сейчас я нарежу таким образом все наше мясо и покажу что мы будем делать дальше друзья хотела вам сказать что мясо желательно не желательно нужно резать поперек волокон вот смотрите видите волокна идут вот таким способом образом вот таким вот их прям видно если вы будете резать вот так ножом мясо будет очень жесткое поэтому нужно нарезать против волокон вот против волокон порезали видите какая структура у них у мяса видите какая и тогда мясо будет нежно это принцип всех блюд связанных с мясом но чтобы мясо было более нежным нужно резать поперек полный жестко чтобы до не жестко было я продолжаю резать просто вот хотела вам сказать что надо резать поперек волокон мясо вот порезали мы мясо вот такой соломочкой тоненькой теперь нам нужно его замариновать друзья берем перчик вот там если остается там несколько семян ничего страшного я полдоножку отрезала и семечки убрала с перчика ну там если остается там несколько семян ничего страшного по мелкой соломкой наверно выдавим пару зубчиков чеснока сюда 1 столовой столовой извините одну чайную ложечку сахара посыпем без горочки чайную ложечку кориандр молотый этот перчик здесь ну где-то давайте посмотрим без горочки чайную ложечку перчика отправим немножко соли щепоточку много не надо перчик черный тоже немножко друзья много не нужно и кунжутное маслице где-то пол столовой ложечки также добавим соевый соус одну столовую ложку одну столовую ложку аромат стоит просто бомба хорошенечко все перемешаем и оставим мариноваться пока будем нарезать морковку мясо наше помаринуется все друзья пускай стоит мясо наше маринуется друзья теперь пока мясо маринуется приступим к морковке берем терку корейскую морковку и начинаем натерать и начинаем натерать вы не смотрите у меня здесь очень много ну я делаю много она у нас просто улетает я в описании под видео напишу на килограмм морковки просто у меня здесь два с половиной килограмма поэтому вы не пугайтесь я все укажу все пропорции сюда вот мы натерли морковку отправляем вот так вот соли не полную столовую ложку ну столовую ложку да не полную нам надо чтобы морковка сок свой выделила и потом мы будем контролировать соль уже в конце перемешиваем хорошенечко нашу морковку она сейчас уменьшится где-то в два раза перемешаем дадим постоять ей минут 10-15 чтобы она выделила сок этот сок не будем сливать друзья я оговорилась насыпала полную ложку но без горки а то я сказала не полную ложку соли она была полная просто без горки чтобы но сок морковка дала извините друзья вот она постояла 10 минут теперь я отправлю сюда эссенцию столовую ложечку отправляем эссенцию и также отправляем сахар который у нас остался и снова это все перемешиваем теперь она у нас будет мариноваться в уксусе в уксусе с сахарочком видите она уже ужалась она такая уже стала мягкая податливая не ломается вот сейчас мы ее так оставим еще минут пять-семь она постоит посмотрите сколько у нас там жидкости пока мы ее не скрывали будем мариновать ее как следует все оставляем минут на пять-семь пока морковочка маринуется порежем лук лук мы меленько порезали теперь нам нужно морковочка наша постояла помариновалась она не такая прямо еще промаринованная имею ввиду уксусом еще будем добавлять нам нужно слить вот эту воду сок морковный вот смотрите сколько сока вот мы сейчас его один раз сольем этот сок там потом еще будет собираться но мы больше его сливать не будем не будем не будем вот смотрите сколько сока получилось друзья так теперь мы займемся мясом мясо наше промариновалось мясо сейчас мы приступим к обжарке я поставила сковородку поставила сковороду включила газ и наливаем масло в сковородку друзья вот смотрите помариновалось мясо даже перец цвет изменил отправляем нагрелась сковородка наше масло аккуратненько отправляем отправляем наше мясо в сковородку так друзья жарим все на большом огне мясо пережариваем сейчас жидкость выпарится мясо доведем до готовности я покажу я покажу что будем делать дальше друзья вот смотрите как вода испарилась минуточку еще жарим погрумяниваем не пересушить чтобы нам отправляем отправляем лук который не болит солевый соус половую ложку там вот так на лук плюем острый перец посыпаем и все это буквально в течении полминуты-минутки нам надо быстро-быстро обжарить все перемешать наступим в 30-40 максимум смотрите выключаем камеру я не останавливаю чтобы лучок у нас был как говорится в сознании то есть нам не нужно чтобы он размягчился там стал мягким он должен быть немножко оставаться такой хрустящий вот видите я выключила все мясо наше готово аромат стоит друзья просто обалденный все и желательно даже снять с плиты где горячий был переставить вот рядышком поставить вот так все сейчас он немножко подостынет наш фаршик с луком мясо там остынет горячий не будем морковку опускать если горячий опускаем надо съедать за день за два я могу опустить и горячий у нас это не задерживается но если вы хотите на долгое хранение оставить остудите полностью потом соединяйте когда соединяете с горячим быстрее пропадает салат вот я немножечко подожду чтобы немножко теплым он будет и я отправлю его потом в морковку друзья пока у нас там мяско немножко остывает мы с вами нарежем кинзу вы смотрите сами я беру прям большой большой пучок вы берите по желанию можете петрушку укроп кинзу и количество тоже регулируйте сами я просто знаю что ну на мой вкус кинза очень любит этот салат и вот чтобы ее побольше было с мясом поэтому я беру вот такой большой пучочек и палочки тоже режу вот эти ароматные будем заправлять вот в нашу морковь морковь мы отправим еще раз чайная ложечка и два это на два с половиной килограмма моркови я повторяюсь я напишу в описании на килограмм чтобы ну вам много так наверное не нужно делать морковку оправить теперь сюда мы выдавим чеснок через чеснок удавилочку теперь отправим наш кориандр оставшийся тоже сюда черный перчик по желанию друзья по вкусу и 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 а и и с мясом это очень вкусное блюдо очень сытное как салат но он очень сытный за счет того что здесь мясо присутствует так это выглядит вот друзья готовьте ешьте с удовольствием это очень вкусно желаю друзья вам всем крепкого здоровья удачи любви берегите себя до новых встреч пока пока до завтра пока